Привет народ! Снова с вами и хотелось бы поговорить о поддёве, а вернее о вот такой вот жилетке. Многие охотники используют такие жилетки, когда нет возможности купить, допустим, зимний костюм, не хватает средств и так далее. И они используют вот такие вот футболочки. Ну и есть также поддёбы с шортами. Ну, в данный момент я пользовался вот такой жилеткой, наверное года 4 её использовал. Ну, не всегда, конечно, я её пододевал под костюм. Многие одевают жилетки под костюм, многие на костюм. Я делал и так, и так. И как бы особого такого значительного эффекта я как бы не замечал. Всё-таки зимний костюм, это и есть зимний костюм. И никакие поддёбы, конечно, не заменят зимнего костюма. Но пару слов можно сказать про жилетку. Я нырял в любое время года с поддёбой, конечно, замерзаешь. Всё равно, как ни крути, потому что это немножко не то. Иногда, когда в бассейне, допустим, зимой не очень тёплая вода, я могу одевать просто как поддёвку без костюма. Если я плаваю, я просто худой и замерзаю. Поэтому я одеваю вот эту жилетку ещё как бы до сих пор. Хотя она не открытая пора, но она тоже как бы прилипает к телу. Но в основном используется открытой порой, потому что она хорошо прилипает к телу, и для бассейна вообще как бы самое то. Но вот такая вот жилеточка стоит недорого, поэтому люди вот берут и утепляются. Я пару часов плавал в холодной воде, но как бы не советую много плавать с поддёвой, потому что всё-таки идёт переохлаждение организма, а здоровье, вы же сами понимаете, потом всякие болячки цепляются, типа, ну, мужчин, вы знаете какие. Поэтому не переохлаждайтесь, копите деньги, покупайте себе зимний костюм, если вы уже решили. Ну, конечно, помню себя, что когда не было зимнего костюма, конечно же, я плавал, мёрз, перемерзал, всё равно нырял, плавал, потому что, вы же знаете, когда глаза горят, азарт, и уже не думаешь о последствиях. Но всё-таки я советую тем, кто ещё не испортил себе здоровье, всё-таки не жалейте денег, здоровье дороже, покупайте зимние гидрокостюмы, никакие поддёвы вас не спасут. Ну, разве что на каком-то определённом этапе. С вами был Стасон, всего доброго, до новых встреч, пока, друзья.